Поехали. То есть распечатываем ботанику. Сейчас я такой дзен словлю и вам выдам самую короткую схему. Первое. Начинаем с протистов. Почему начинаем с протистов? Потому что часть из протистов – это растения. Итак, напоминаем, кто именно. Хлорелла, Вольвакс и Хломида монада. Это протисты, которые относятся к царству растений. Давайте мы сегодня не будем говорить про мёбу, инфузорию и вглену, потому что они относятся к царству животных. Протистов мы прошли. Мы берём царство растения. Так вот я решил, что всё-таки фокусируемся в основном на ботанике. Не на протистах, на ботанике. Царство растения. Дальше вспоминаем классификацию. После царства. Что идёт в растениях? Отдел. Так вот, хлорелла, Вольвакс и Хломида монада – это отдел зелёных водорослей. Зелёные водоросли. Так, кто ещё относится к этому отделу зелёных водорослей, кроме хлореллы, Вольвакса, Хломида монады? Спирогира, Ульва, Лодрикс. Я сейчас распишу такую общую картинку, обозначу здесь какие-то исключения. Будет у нас всё максимально понятно. Так, какие среди водорослей ещё есть отделы? Допустим, будут бурые водоросли. И из представителей есть ламинария. Я тоже сюда запишу. Сейчас тест будете решать. Ламинария. Дальше. Красные водоросли. Из представителей парфира. То есть это всё делы. То есть это всё отделы. Отдел, отдел. Хотя, давайте лучше запишем, что это отдел. Отдел, отдел. Отдел бурые водоросли, отдел красные водоросли. Можно вот так вот подчеркнуть, что это всё низшие растения. Там есть ещё всякие отделы. Типа диатомовые водоросли. Вот те, которые на Олимпиадку идут. Вам там другие отделы водорослей надо будет поизучать. Диатомовые, харовые. Там какие-то фишки, приколюхи. Но в целом не надо. Мы сейчас ориентируемся на ЦТ. Вот. То есть вам логично запомнить какой-то минимум. Понять его. Научиться с ним работать. Когда у вас минимум какой-то скелет есть в голове, вы на него уже можете присоединять какую-то дополнительную информацию. То есть если мы берём ботанику. Давайте дальше продолжим называть отделы. Отдел мхи. Потом идёт отдел лауны в процессе эволюции. Отдел хвощи. Отдел папоротники. Потом отдел голосеменные. И отдел покрытосеменные. Ну интересно. Так, кстати, хлорелла, вольвекс, хламидомонады, они тоже относятся к отделу зелёной водоросли. Это всё зелёные водоросли. Спирогира, улотрикс, ульва – это тоже зелёные водоросли. Отдел. То есть ламинария – это бурые водоросли. Красные водоросли – это порфира. Здесь у нас начинается… У вас должно сработать такое понимание. Есть отдел и есть какие-то растения. Значит, отдел мхи. Тут у нас, допустим, кукушкин, лён, сфагнум. Можно ставить плюсики, если вы помните, что есть такие мхи. Дополнительно есть ещё маршанцы. О ней можно дополнительно говорить. То есть сейчас говорю просто название растений. То есть я говорю растения, вы представляете, там какую-то зелёненькую штучку. Лауны. Допустим, есть лаун-баранец. Вот такой вот есть. Хвощ. Хвощ лесной, полевой. Хвощ болотный. Хвощ большой, допустим. Есть некоторые представители, которые относятся к красную книгу. Там есть отдельный файл. Там это всё есть. Папоротники. Кого по папоротникам вас любят спрашивать? Орляк, щитовник, сальвиния. Ну, это основные такие папоротники. То есть орляк, щитовник, щитовник, сальвиния плавающая. Ну, давайте запишу просто вот эти три для начала. Наша задача, чтобы у вас какая-то общая картинка сформировалась, и вы за счёт этой картинки какие-то результаты получали. То есть мне не нужно вас сейчас перегружать. То есть я всё лишнее я выкидываю. Вот. Поэтому прям концентрат такой сейчас вам даю. Потом голосеменные. Тут уже идёт понимание, что есть классы. И у голосеменных есть четыре класса. Чаще всего спрашивают про класс хвойные. И в этом классе хвойные там такие вещи, как пихта белая из красной книги. И, допустим, сосна, ель, можжевельник. Ну, так вот запишем. Вот этих вот представителей будет достаточно. То есть отдел голосеменные, класс хвойные. Кроме хвойных есть ещё три класса. Это гинковые, саговниковые и... Кого я там забыл? О, забыл. Хвойные, гинковые, саговниковые и гнётовые, вельбичие. Такая вот штуковина, похожая на какого-то пришельца. Как будто если вы подойдёте, она такая хам и сожрёт вас. Вот. Но это голосеменной растения. Вы можете загуглить, что за вельбичие. И поймёте, что да, что-то такое странное. Экоголосеменное растение. Так. Теперь покрытосеменные. Вот у них только два класса. Это класс однодольная. И класс двудольная. Представителей я сейчас писать не буду. Мы их будем отдельно учить, потому что здесь есть связь. То есть в однодольных надо будет выучить где-то около восьми семейств. Ну, то есть название. Это решаемый вопрос. У двудольных нужно выучить где-то 18 семейств. И там есть какие-то представители. Есть какое-то описание. То есть у нас есть какой-то план, и мы его придерживаемся. Пока просто напишу, что есть класс однодольная, класс двудольная, чтобы вы уже ориентировались. В дальнейшем, когда вы будете изучать плоды и соцветия, вам будет там проще. Вы будете понимать, что там есть прям, ну, очень крутая связь между этим всем. Так, у вас уже начала формироваться картинка. Ну, я думаю, что у вас уже какая-то начала формироваться картинка целая. Теперь, у всего этого, что вот я написал, есть кое-что общее. Все эти штуки, они размножаются. Потому что, ну, все согласны, что вот все, что здесь написано, все они размножаются. Плюзики поставьте, если согласны, если вам это понятно. Теперь в плане размножения для растений нормальная такая есть практика, что есть чередование поколений. Полового и бесполого. Значит, гометофит – это половое поколение. Ге. Гометофит. Вот мы изучали с вами деление клеток, и вы лучше понимаете, что такое гоплоидный набор хромосом. То есть гометофит имеет гоплоидный набор хромосом. Смотрите, в чем прикол. Половые клетки будут образовываться с помощью метоза. То есть метоз. Мы напишем. То есть метоз – это копирование. То есть гометофит, он гоплоидный. Он же не может миозом разделиться, потому что он гоплоидный. Соответственно, половые клетки будут образовываться с помощью метоза. Сперматозоид, яйцеклетка. Будет происходить оплодотворение. Оплодотворение я напишу вот так. ДТВ. Ну, все, будет сразу понятно. Оплодотворение. И получится диплоидная зигота. Заметьте, что я сейчас пишу вещь, которая характерна вот для всего, что здесь есть. Есть некоторые исключения, и мы сейчас их назовем. Но пока это вот все для этого характерно. Так, значит. Оплодотворение – это вот это. Зигота – это вот это. Митоз – это вот здесь происходит. Дальше. Из зиготы развивается спорофит. СП напишем, что это спорофит. Спорофит – это у нас бесполое поколение. Бесполое поколение – оно диплоидное, 2Н. Соответственно, образуются споры, и эти споры образуются с помощью миоза. Вот поставьте плюсик, если для вас слово миоз, вы его уже знаете, понимаете, и для вас это, в принципе, легко понимать. Что вот миоз из 2Н получили 4 клетки, которые Н-гоплоидные. Ну, кайф, кайф. Вот так вот ботанику изучать. Вот эти вот все штуки, они называются спорами. То есть, когда мы изучали образование половых клеток у человека, сперматогенез и оогенез, то там половые клетки образовывались с помощью миоза. А здесь, вот прикиньте, спорофит – бесполое поколение. Образуются споры, они образуются с помощью миоза. Ну, можно задать, конечно, много вопросов, короче, ученым, которые это придумали. Ну, типа, ну, согласитесь, что есть какая-то такая нестыковка. Типа вот миоз, да, у животных миозом образуются половые клетки, а у растений миозом образуются споры. У животных половые клетки – это половое размножение, да, а здесь споры – это бесполое. Ну, есть вопросы, которые, как бы, можно задать ученым, вот. Но не вот так решили. Так, Полина только написала, что у нее есть вопросы, у остальных вопросов нет. Типа, ладно, фиг с ним, я, как бы, привыкну, да. Ну, наверное, это одна из причин, почему людям, как бы, непривычно, неудобно запомнить гометофит-спорофит, что и спор развивается всегда, агометофит, что миоз – это образование спор. То есть поставьте плюсик, если вот тут все понятно. То есть что вам нужно научиться писать? Говорите так, сразу договариваемся. Схемка номер один – это написать царство растения, отделы. Отделы – это первое, что нужно научиться делать. Второе – понимать, кто представитель в этих отделах. Протисты изучаются, как бы, отдельно. Теперь давайте поговорим в этом разрезе, в разрезе вот схемки, вот схема номер два, давайте ее обозначим, схема номер два. Вот эту схему номер два тоже нужно рисовать и уметь подписывать все на ней. Все, что здесь я подписал, надо уметь тоже вот самостоятельно по памяти написать. Ну, решаемая задача, ничего сложного, я думаю, пока нет. То есть легко это все можно запомнить. Какие тут у нас есть исключения? Хлорелла размножается спорами и только спорами. То есть у нее нету полового поколения. То есть нету такого, где написать оплодотворение. Ну, то есть почему назвали гометофит? Потому что споры, они же не сливают. То есть половые клетки – это клетки, которые могут соединяться, сливаться, оплодотворение где происходит. Поэтому гометофит… Ну, поэтому, собственно, все-таки названо. То есть вот я вам отвечаю на вопрос, почему так. Потому что споры, они не… То есть если бы споры там где-то оплодотворялись, тогда окей. Но они не оплодотворяются. То есть сначала развивается половое поколение, которое в дальнейшем образует половые клетки, и вот они уже… Вот уже там дальше происходит оплодотворение. Вот такая вот фишка. И споры всегда развивается гометофит. Всегда. У всех. Всегда. И споры развивается гометофит. Вы часто отвечаете как-то по-другому в тестах. Запомните, зафиксируйте, что споры образуются с помощью миоза, а из споры всегда развивается гометофит. Хлорелла размножается только спорами. Вольвакс размножается спорами и гометами. Хламидомонада размножается спорами и гометами. Ульва – споры и гометы. У Лодрикс – споры и гометы. Спирогира – ни то, ни другое. У спирогиры единственный способ размножения – это фрагментация. Все. Спирогира по-другому никак не размножается. Также у спирогиры есть такая штука, как коньюгация. Коньюгация – это половой процесс. Коньюгация есть еще у инфузории и есть еще в профазе миоза-1. Помните, что коньюгация где еще есть? У инфузории малое ядро отвечает за коньюгацию, за половой процесс. И в профазе миоза-1 тоже происходит коньюгация. Когда хромосомы в геовалент объединяются, происходит дальше кроссинговер. МИОС мы проходили, поэтому мне проще сейчас об этом говорить. То есть вы уже эти вещи знаете. Плюсов наставьте, если вот тут пока вот все прям на максималку понятно. Значит, можно нарисовать такую шкалу, типа, ботаника 100%. Идет загрузка, и мы разобрали из ботаники. Ну, давайте так прикинем, если вот это вот будут плоды соцветия, вот это вот будет какой-нибудь корень стебилист. Окей, там представители. Ну вот, короче, вот мы столько вот выучили уже. Кому нравится? Загрузка идет, хоп. Вот. Я знаю, вы можете говорить, типа, в смысле? Вы же, типа, ее весь год учили. Я слышал или слышал, что это все сложно. Сложно? Вроде нет. Сейчас начнет происходить магия. Магия, как в Хогвартсе. Да. Я вспомнил Рилс, который я прислал Даше Погресс вчера. Я какой-то кусочек сделаю. А сейчас у нас мы начнем. Боже мой. Давайте я сейчас что-нибудь придумаю, пошучу. Потом, может, вырежем этот кусочек, соединим. Маша, ты сделаешь там Рилсик. Короче, я сейчас что-нибудь придумаю, пошучу. А ты, Даша, возьмешь эту штуку, перешлешь потом в Телеграм, в группу. И мы все вместе поржем. Хорошо? То есть давайте представим ситуацию, что мы прошли ботанику. И у нас следующий раздел – зоология. И мы эту зоологию должны выучить очень быстро. То есть должна произойти магия, как в Хогвартсе. И поэтому, чтобы была магия, как в Хогвартсе, хочется начать изучение зоологии с одного отрывка из Гарри Поттера. Даша, давай отрывок. Скидывай. Ну, это очень смешно. Честно, люди, я благодарю вас, что вот можно вместе с вами поржать над этим всем. Это отделы. Значит, тут у нас будет обозначение гометофит и спорофит. То есть кто является… То есть вот этот цикл под циферкой 2, он одинаковый для всех. Единственное, что меняется, это кто является гометофитом, кто является спорофитом. Поэтому мы этот вопрос сейчас закроем вот этой вот табличкой. Сразу сделаем вот так вот, расчерчим. Потому что, допустим, зелёные водоросли и мхи, у них гометофит – это растение. То есть когда мы говорим «мох», вы представляете зелёное растение, и вот это зелёное растение, оно является гометофитом. Если мы берём какую-то водоросль, то эта водоросль, она является гометофитом. То есть она гометофитом. Когда мы уже говорим про хвощ, плаваный папоротник, голосеменной или покрытосеменной, то растение – это уже спорофит. Так, здесь всё понятно? Ну, по идее, всё понятно. Значит, у зелёных водорослей кто является спорофитом? Тут есть разница. Если мы берём ульву, то там отдельно растение будет. То есть там одинаковые… Там что спорофит, что гометофит, там, в принципе, одинаковые растения. Поэтому мы возьмём улотрикса. Если мы под зелёными водорослями понимаем улотрикс, то это просто зигота. Зигота. Зелёные кинами рисую. Спорофит у улотрикса – это зигота. В скобках напишу, что это улотрикс. У мхов – это коробочка на ножки. То есть спорофитом является коробочка на ножки. Что такое спорофит, вы уже видите, что это то, что развивается из зиготы, является диплоидным, делится миозом, образует споры. И споры всегда будет вырастать гометофит. Так, всё ли здесь понятно? Поставьте плюсики, если тут всё понятно. Так. Вот мы берём хвощи лауны-папоротники. Этих товарищей ещё называют папоротникообразными, и у них гометофит – это заросток. Ну, можно так даже сделать. Заросток, заросток, заросток. Всё тоже понятно. То есть заросток – это то, что никто никогда из вас не видел вживую. То есть вы видели папоротник – это такое растение, которые листья ваи, сорусы есть, улиткообразно растут. Если хочется, можно скушать. Ну, короче, это то, что для ЦТ вам нужно знать про папоротники. Вот вы их видели, но они растения, они спорофиты. А заростки вы не видели. Они где-то там, в общем, выросли из споры, и вот что-то половые клетки образуют. Незаметные. Так, у меня тут, конечно, ещё есть косяк, если честно. Я нарисовал сначала хвощи, потом плавные. Вообще, по-нормальному, их надо наоборот написать. Ну, ладно, ничего, ещё завтра занятие будет. Завтра ещё лучше занятие, короче, проведу. Будет оптимизация. Завтра будем работать на запись. А сегодня будем работать на то, чтобы вот повторить, вспомнить, выучить, ну, и посмеяться чуть-чуть. Так. Значит, сначала эволюционно появились плавные, потом эволюционно появились хвощи. В чём фишка заростков папоротника, допустим? Они в виде сердечек. В чём фишка заростков плауна? Они 7 лет живут в симбиозе с грибами. То есть я запишу, что 7 лет с грибами живут. То есть, короче, плауны – это такие растения, которые самые-самые древние дожили до наших времён, со времён динозавров. Да? И почему они дожили до... Почему они такие древние, дожили до наших времён? Потому что они любители пожить для себя, потусить 7 лет с грибами. Они не ходят на работу. Этот заросток бесцветный, он не фотосинтезирует. Живёт за счёт грибов. Ну, понимаете, какой? И, в общем, дожил до наших времён. То есть он 7 лет... Вот упала спора. Эта спора может лежать, лениться лет 5. Потом она прорастёт в заросток, и этот заросток ещё 7 лет ничего не делает. Ну, ничем не занимается. С грибами тусит. А потом... В смысле, хорошо им. Они такие же, какие вы. Ну, то есть ничем не занимаются. Когда вы на работу пойдёте? И потом только вот начинают что-то делать. Образовываются половые клетки, размножаться. И потом уже образуются, соответственно, растения плавных. Так, с этим всё понятно. Заросток хвощей, он просто заросток. Что надо знать, что он не такой красивый, как у папоротников. То есть он не в форме сердечка, а он какой-то кривой-косой, но такой же заросток, как у папоротника. Вот и всё. Теперь обсуждаем гометофиты голосеменных и покрытосеменных. Я подвину для этого эту линию. Вот так сделаю. Смотрите, есть нечто общее. То есть у голосеменных и покрытосеменных мужской гометофит. Вот здесь вот мужской гометофит будем описывать. Вот здесь женский. Я эти значки, наверное, ниже напишу. То есть разделю вот так вот. Разделю. И здесь будет мужской гометофит, а вот это женский. Ещё раз. Вот здесь вот М, а вот здесь вот Ж. Этот значок обозначает мужской, этот значок обозначает женский. Вот так вот ещё разделим, чтобы было понимание на клеточке у кого что. Итак, у голосеменных это пыльцевое зерно, и у покрытосеменных это тоже пыльцевое зерно. То есть мужской гометофит это пыльцевое зерно. Теперь, что такое пыльцевое зерно? Давайте я это объясню на схемке слева. То есть вы видите спору. Спору видите. Так, может кто-то выпал. Эта спора называется, допустим, микроспора или... Ну, так как мы пыльцевое зерно будем обсуждать, эта спора будет называться микроспора. Представили? То есть как происходит развитие гометофита. То есть наша задача сделать так, чтобы из споры получился гометофит. Кому задача ясна, поставьте плюсик в чат. Что нам нужно получить пыльцевое зерно. Пыльцевое зерно – это гометофит. Вот у нас есть спора. Она называется микроспора. То есть мужские вот эти вот штуки, они называются микроспорами, а женские – макроспорами. То есть мужские споры – это микроспоры, женские – макроспоры. Значит, берем вот эту спору. Дальше делим ее один раз метозом. И у нас получается две клетки. Каждая клетка геплоидная. Одна клетка называется вегетативной, а вторая клетка называется генеративной. То есть генеративные – это те, которые планируют размножаться, а вегетативные – это те, которые не планируют размножаться. То есть вас могут спрашивать про микроспору, про вегетативную клетку, про генеративную клетку. Вы теперь понимаете, что спора поделилась метозом и получилось две клетки. Одна вегетативная, вторая генеративная. Потом произошло еще одно деление, но поделилась только генеративная клетка, и получилось два спермия. Ну и осталась одна вегетативная клетка. То есть вегетативная клетка осталась одна, и получилось два спермия. Вот это и есть гометофит. Это и есть пыльцевое зерно. Но это гометофит голосеменных, гометофит покрытосеменных. семенных мужской гометовид вот он мужской гометовид выглядит у голосеменных и покрыто семенных вот так поставьте плюсики если здесь понятно чтобы понимали такие сложные вещи начинаю объяснять так пока на этом мы тормознем и пойдем к другим вещам вот полосочку расчерчим тут напишем архегонии и антиридии антиридии и архегонии так антиридии и архегонии то есть антиридии это органы мужские полового размножения архегонии женского давайте так вы будете встречать в центре такие фишки вас будут ловить на них много клеточные но давайте начнем вас будут ловить вас будут ловить на одноклеточных органах полового размножения если вы вспомните формы жизни формы жизни вспомнить то орган это штука многоклеточная значит если вы увидите словосочетание вообще просто словосочетание одноклеточный орган неважно чего полового или еще какого-то там размножение что вы должны понять что это как бы нельзя все это это дичь такое такое нет окей обращайте на это внимание одноклеточных органов их нет не существует а что-то противопоречит самому понятию одноклеточный это значит уровень организации клетка органа тканевой это совсем другой уровень организации если это орган то он будет состоять из многих клеток то есть должно быть несколько клеток тоже поставьте плюсик если здесь понятно так дальше антиридии это органы полового размножения у растений у зеленых водорослей нет ни антиридии ни архегоний а у зеленых водорослей вообще нет никаких органов я здесь просто напишу талом водоросли можно еще написать в скобочках что это слоевище что такое слоевище по-другому это форма то есть вы будете встречать такие термины нитевидный талом или нитевидное слоевище то есть если у высших растений есть корень стебель лист это органы там цветок плод допустим то есть это органы растений то у зеленых водорослей ничего такого нет то есть если вам будут предлагать у водорослей написать там что-то такое с листьями со стеблями этого тоже не может быть потому что у них нет ни листьев ни стеблей у них нет ни корней ничего нет у них талом талом это просто форма форма допустим в виде ниточки окей тоже можно поставить плюсик талом это форма такая вид вид так как у них нет никаких органов то и вообще никаких ни листьев ни стеблей то антеридии и архегонии у них тоже нет у мхов понятно что антеридии и архегонии можно такое-то обвести они могут быть только на гометофите то есть мы вот смотрим вот у нас сейчас обсуждаем гометофит на этом гометофите могут быть антеридии могут быть архегонии может быть и то и другое но это органы которые будут образовывать половые клетки у зеленых водорослей их нет у мхов они есть и то и другое есть и при этом обведем вот так они находятся на разных растениях то есть гометофит у мхов представлен растением и на этих растениях то есть есть мужское и женское растение вот плюсики есть и антеридии у мхов и архегонии то есть на самом листостебельном этом растении либо антеридии либо архегонии находятся то есть вы это дело все подставляете в эту схемку самую левую и все и вы уже все понимаете антеридии занимаются образованием сперматозоидов архегонии занимаются образованием яйц клеток вот сперматозоид будет плыть к яйц клетке вот сюда плывет так теперь выделяем вот эту вот группу попортникообразных у них тоже есть и антеридии и архегонии у всех и при этом они находятся на одном заростке то есть мы их объединяем то есть гаметофит лаунов, хвощей и папоротников он имеет и антеридии и архегонии и то и другое он имеет и это все находится в одном заростке вот объединили ладно надо вот так вот объединять вот так чуть некорректно получится если нарисуем хвощ антеридии и архегонии на одном заростке вот я их объединил если здесь все понятно тоже поставьте плюсики насчет голос семенных и покрытосеменных антеридии уже нет нету потому что есть пыльцевое зерно то есть пыльцевое зерно и как-то эти половые клетки образовались без антеридии просто спора два раза поделилась и получилось два спермия половые клетки и они уже этот спермий уже летит оплодотворять яйцеклетку понятно то есть вас будут давать сравнение то есть если у вас эта табличка будет в голове вам будет тогда легко сравнивать по критериям у кого есть антеридии у кого нет антеридии а буду спрашивать теперь архегонии у голосеменных архегонии еще есть вот плюсик ставим что они есть при этом поставим что их два два плюсика вот у них два архегония то есть вот тут что такое женский гометофит у голосеменных растений пришло время заполнить эту клетку это два архегония плюс эндосперм то есть женский гометофит голосеменных это два архегония и эндосперм это все развивается по такому же принципу ну то есть метозом там что-то делится 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 и вырастает два архегония таких в каждом будет зреть по яйцеклетке и эндосперм который будет развиваться до оплодотворения можно написать до оплодотворения потому что фишка покрытосеменных что у них эндосперм это питательная ткань она будет развиваться после оплодотворения теперь вот тут вот напишу что покрытосеменные имеют гометофит женский он называется зародышевый мешок так зародышевый мешок теперь поговорим о том как развивается этот зародышевый мешок для этого я вот эту зелененькую часть сотру тут у нас из споры развивался пыльцевое зерно теперь что нужно нарисовать что произошло одно деление то есть вот эта клетка разделилась и стало две клетки потом еще одно деление стало четыре клетки то есть каждая клетка еще раз поделилась стало четыре клетки но представили потом произошло еще одно деление и стало как бы восемь клеток. Так? Поставьте плюсики, если тут пока все логично. При этом, если мы берем пыльцевое зерно, то каждая спора делится абсолютно каждая спора, делится и образует пыльцевые зерна. А в женском гометофите вот эти умрут и только одна будет развиваться. Вот она поделилась в такую штуку. Теперь смотрите, мы это немножечко сместим. Вот эти восемь клеток, две останутся в центре, три пойдут сюда. и три сюда. То есть, если вы посчитаете, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот у нас получилось пыльцевое зерно. Тоже поставьте плюсики, если, ну, тут все понятно, как получилось пыльцевое зерно. Я его нарисую, ой, не пыльцевое зерно, а зародышевый мешок. Зародышевый мешок. Поделилось раз, поделилось два, поделилось три. Потом разошлись, две остались в центре, три у одного полюса, три у другого полюса. Одна из этих клеток, выберем какую-нибудь, давайте, вот эту. Давайте розовенькую. Вот эта вот розовая, это будет яйцеклетка. Пыльцевое зерно, которое будет прилетать, мы там пыльцевое зерно зелененьким рисовали, то есть из вегетативной клетки будет прорастать пыльцевая трубка вот сюда. И по ней вот эти вот два спермия будут двигаться вот сюда вовнутрь. Один спермия будет оплодотворять яйцеклетку. Второй спермия будет оплодотворять вот эти центральные ядра. То есть здесь получится центральные, вот эти вот три клетки совместятся, три N получится в середине. И из этого будет развиваться эндосперм. Из этой штуки будет эндосперм развиваться. Он триплоидный, он три N, и он развивается после оплодотворения. После оплодотворения. В результате такое оплодотворение называется двойным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА